Привет, друзья! Во-первых, я хочу поздравить своего сына, Олена Алиева, с днём рождения. 53 года мальчику. Я ему написал, сейчас помнишь, Олен, когда ты с Шейлой были маленькие, мы шли к бабушке и дедушке на улице Озёрная, и послал ему картину «Дедушкин дом». Ну вот, вы за пальчики мне держали, Шейла на три года меньше тебя. Ровно в этот месяц родилась, как и мама 25 октября, вы все у меня октябрьские. Ну вот идут Олен с одной стороны, Шейла с другой, а Шейла я назвал, потому что я когда был совсем юный, я мечтал, что у меня будет дочка, и будут именно звать Шейла. А потом у меня родился Олен, и два месяца был без имени, потому что мы ждали Шейлу. Ну, потом мне Таня говорит, ну, давай его назовём Олан. Ну, у нас во дворе был мальчишка, ну, такой, такой противный, ну, с этим именем Олан. Ну, такой бывает. И я сказал, ну, мне не нравится Олан. И она придумала Олен. Ну, она нежно так, Олен. Ну, Олен-то вырос, и пограничником был, и художник теперь, и знаменитый там в Дагестане психолог. Ну, короче, они идут, у меня за пальчики держатся, и Олен мне вдруг говорит, маленький же совсем, мы идём на Женикидзе, мимо моря, там, где мы жили тогда, к бабушке с дедушкой, в дедушкин дом. Бабушку я хотел от иглотерапии, от инсульта лечить. Ну, лечил, лечил, как только она рот открыла, потом открыла потом, как я шутил потом, лучше бы не открывала, потому что как только открыла, стала сразу меня ругать по привычке. Ну, бывает, бабушка, да. И вот, значит, Олен с одной стороны шел, и с другой, мы идём к бабушке лечить её от инсульта, и потом мне Олен друг говорит, папа, не называй меня Олен. Так что-то он засмущался, засмущался, мы через парк Ленинского комсомола шли, там деревья, мы идём там по тропиночке, и он мне говорит, папа, не называй меня Олен, я стесняюсь его, а как же тебя называть? А у нас во дворе там жил Антошка, его друг, он говорит, называй меня хоть Антошкой. Ну, а Шейла говорит, она совсем маленькая, на три года меньше там. Она мне говорит, папа, и меня не называешь Шейлой? А я говорю, а тебя-то как называть Шейла? Ну, называй меня Умничкой. Ну, хорошо, ну, прошли годы, она тоже психолог. Психолог, да, отличный психолог. С детьми работала, с взрослыми, с психологами. Они со мной всё время ездили, 25 лет жила в соседнем кабинете, у меня в центре сидела защита от стресса на Таганке. Всё время со мной комплектовала. Она говорит, папа, ну, ты не так делаешь, так надо делать. Всё время мне советы давала и никогда меня не слушала. Вот, ну, у него своя версия, как преподавать. Ну, у каждого, у Олены своя версия. Ну, правильно. Дети должны быть лучше, чем папа. Конечно, а как же иначе? Вот теперь смотрите, интересное дело. Я поздравил Олену. Написал ему эту записочку, да. И вас всех тоже хочу этим порадовать, порадовать, что одновременно с этим. Видите, у меня картина стоит, да. И тут недавно мне пишет записку. Анастасия Крамер. Ну, кого я рисовал тогда. И она мне написала. Ты знаешь, говорит, она же в Рязани психолог. Хороводы вводит. Ну, такая прекрасная, прекрасная. Мы тогда в свое время показывали здесь отделять мифы от действительных фактов. Показывали, как она прыгала на разбитых бутылках, на стеклах и не резалась. Я объяснял тогда, что самое главное на осколок одиночный не попасть на острие, иначе порыжишься. Что куча принимает форму. Но надо просто технику знать. Этим же людей обманывают. Точно так же, как по углям бегать. Это ерунда. В Дети Болгарии по праздникам бегают по углям. Надо правильно их распределить, чтобы отдельным уголочком не обжечься. Да, просто бегаешь и все. Никаких проблем нет. Ну, и она показывала. И вот Анастасия Крамер мне пишет. Я говорю, как у тебя дела? Она говорит, слушай, я уже так продвигаюсь в карьере, продвигаюсь. Я говорю, я тебе дам новую часть метода, ключ, новую, которую еще никогда никому не давал для продвижения в карьере. Чтоб ты могла образ будущего выстраивать. И что надо делать, чтобы этот образ будущего стал доминантом и мог тебе помогать принимать автоматические решения в неопределенности, как лучше поступить. Она говорит, слушай, да и не надо уже, потому что я и так уже поднимаюсь. А как ты поднимаешься? А вот, говорит, как. Когда, говорит, у меня предстоит какая-то серьезная встреча, когда я начинаю нервничать, я тут же вспоминаю, что меня рисовал великий человек, что по сравнению с этим вот эта ситуация. И у меня сразу крылья растут, и я, говорит, быстро продвигаюсь. Слушайте, ну, карьерная лестница, ну, слава тебе, Господи. Да, ну, приедет, я подарю эту картину, я в руки уже вручу. А то она в Рязани, ну, когда она ко мне приедет? Ну, скоро приедет, наверное. Привет, Анастасия. А что я хотел сказать? Тут такое время сложное. Я все время пишу в Фейсбуке, и пытаюсь, и звонил на официальный сайт, там телефон есть Марии Шукшиной, телефон стоит, я позвонил. Там мне молодой человек сказал очень вежливо, что он не может ей передать моего звонка, чтобы я лучше написал в Фейсбук. Я опять пишу в Фейсбук. Я так целый месяц пишу, то Радько профессору, то Шафалимову профессору, то Марии Шукшиной. Недавно они на своей конференции психолога, да, она рассказывала там о том, как важно при этой пандемии психологическое состояние человека, потому что это влияет на иммунитет, на заболеваемость и так далее. Психолог рассказывает. Они говорят, 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 а технология-то у меня. Ну абсурд какой-то, потому что они Фейсбук не смотрят, дозвониться я не могу. Ну никак не получается. Ну никак, ну я пишу, 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 да, звоню, 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 я неделю звонил, я уже устал звонить, потому что я понял, что я не дозвонился. Короче говоря, я это говорю. Вдруг кто-то может дозвониться, дозвонитесь. Мои коллеги, профессора, скажите им. Наверное, они мои книжки тоже читали. Они вообще просто не понимают, что технология у меня, а у них разговоры. Абсурд какой-то. Ещё абсурднее, что недавно в каком-то из роликов я говорил о том, что вот искусственный интеллект скоро возьмёт верх, потому что он начнёт контролировать человека и так далее. Ну посмотрите старые мои ролики, увидите. И зачем человек в эволюции своего развития создал искусственный интеллект, который может стать ему заменителем. Лишит его рабочих мест, там, начнёт им управлять, там и так далее. Зачем человек это создал? Я говорил о том, что закономерно создал себе конкурента для того, чтобы задуматься, чтобы, потеряв рабочее место, чем же он будет заниматься. И чем же он отличается как человек от искусственного интеллекта. Вот он создал себе конкурента для саморазвития. Внимательнее послушайте. Я говорю глобальные вещи. Глобальные вещи. Видите, Анастасия сказала же, Крамер, я как подумаю, что меня рисовал великий человек, так я сразу себе и карьеру делаю. Потому что крылья растут, потому что я ничего не боюсь. Мне эта беседа, где я там должен беседовать, уже не беседа. А я там уверенно. Ну, вы понимаете, да? Я человек и с юмором, но я к тому же ещё и умный. Психика у меня пока здоровая. Да. Ну, что делать? Сам себе диагноз ставлю. Ну, кому нравится, кому нет, а то тут мне начала прямо третировать одна девушка. Я её не принял в райскую группу. Я не назначил её специалистом. И тут она начинает. Ой, 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 какой вы такой глупый, какой самонадеянный. Ну, женские истерики. Ну, что такое вообще? Вообще мне непонятно. У нас в школе, человек будущего, достойнейшие люди. Поэтому часть этих почётных участников, я бесплатно вот сижу сейчас, всю ночь буду сидеть, и выписывать им бесплатный вход. А все остальные, все остальные идут за одну тысячу рублей, за уникальным вебинаром, на котором я буду показывать новые приёмы, которых мир ещё не видел. Я всегда говорил, я всегда говорил, наша школа «Человек будущего» — это окно в будущее. Я там говорю просто, доступно, такое, что так это нигде в мире не найдёшь. И я извиняюсь, но моё имя известно в мире. И, между прочим, я ещё и международный академик. Да, и мои книги читают и на английском, и на французском, и на болгарском, и на польском и так далее. Ну как, миллионы людей пользуются кусочками метода ключа, но я же это даю на вебинарах в большем объёме. И мы там в Zoom все выходим, и я там даю развернутые ответы. Выходите там в Zoom. И я сейчас скоро сделаю академию изобретательства и антистрессовой подготовки для изобретения и вообще для чрезвычайных, экстремальных ситуаций. Там будут цены другие. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь этой преференцией. Участники Школы Человек Будущего записывайтесь на YouTube-канал. Записывайтесь. Бесплатно. Ролики делаю. Бесплатно даю ликбезы. Куда тоже выходят и получают уникальный контент. Такого, как я, специалиста, сегодня в мире нет. Посмотрите в интернете. А, Господи-то мой. А кто-то может дозвониться даже к женой? Я ей звонил, не могу дозвониться. Я не знаю, это что такое. Почему так происходит? Искусственный интеллект. Анастасия Крамер, которая по бутылкам прыгала из сабли здесь моей. Которую мне Олен в свое время подарил. Шашка такая. Она ей тут саблировала, фланкировала. Казачка. Ну, так и фотографии у нас есть. Еще раз поздравляю, Олен, тебя с днем рождения. Хочу сказать, что я очень доволен, что ты вырос. Тогда стеснялся, что тебя назвал Оленом. А теперь Оленом зовут. Ну, лично я знаю. Шесть человек в Дагестане зовут уже Оленом. Больше не знаю, может еще. Да уже видишь, как молодец какой. Поэтому достойные родители воспитывают достойных детей. Несмотря на то, какие проблемы бывают между ними. Сколько Шейла со мной ругается, потому что она считает, что она права. Я считаю, что я прав. Но это ругается с любовью, потому что мы двигаем дело. Помогаем людям в защите от стресса. Даем образование в этой области. Друзья, сегодня вебинар. Ну, сегодня я имею в виду завтра ночью. То есть в 20 часов. А в субботу. Это я записываю сегодня. Так вот, Крамер, привет. Олен, привет. Шейла, привет. Всем участникам Школы Человек Будущего, привет. Имейте в виду. Расширяйте школу. Делитесь. Уникальный контент. Делитесь. До встречи.